Ой, Баби, ну пошли. Что-то мы по возвращении интернета нет даже в 4 ночи. Я в 4 ночи проснулась и мучилась-мучилась. Там больше 70 писем. Не смогла ответить даже на 5. И мы сейчас ходим в Арканбар, попробуем. Может быть, там работает интернет. К тому же папа хангри. Папа хангри? Пошли в Арканбар. Пошли, потом. Халлоу, халлоу. Ну что, сейчас проверим. Сегодня 19-е. Они, видите, уже делают рождественскую композицию. Пшеницу посеяли среди земли. И пшеница будет прорастать. И к Рождеству она будет зеленой травкой. Мы это снимем. Некогда и кушать-то. Погрязли в интернетиках. Но сегодня почему-то очень-очень медленный интернет. Саша говорит, хочешь, я тебя опять в мапусу отвезу на ночь. Снимем опять отель. Загрузишь все, что надо. Ну, посмотрим. Если будет не очень, у меня через два можно будет съездить. Спасибо. Какая красота. Он в наушниках. А я пока, хотите, адреса заказов заполнила. Китна. 320. Нормально, хорошо. Значит, спрайт 30. Дал 90. Алуматор он еще заказал. 120. Ротти 2 по 20-40. И 40 рублей Кёрт. Потому что почему-то сегодня было очень-очень перчено. Обычно не такое перченое. Пришлось Кёрт еще заказать. Хэви-хэви. Какой-то холидей. Собака куда-то собралась. Ты куда? На массаж? Вон там массаж делают. И собака стоит, смотрит. Хочет массаж. Очень медленный интернет. Иногда быстро. А тут за час всего 1% загрузился от видео. Опять, что ли, Мапсу ехать? Что же за дела такие? Давай, пошли рест. Пойдем отдыхать. Полежим, поваляемся. Хэллоу! Хэллоу! Кто у нас в гостях? Это я. Людочка в гостях. Покажи. Так, давай, чизкейк с Джерман Беккери. Ой-ой-ой. И пепси-колки мы с тобой. Я себе налила. Кока-колки. Давай вдарим вредного. Обещанный подарочек. Покажи. Хэнд-мейт. Делала сама. От всей души. Присаживайся, давай. Раз в году подарок. В прошлом году. Я же тебе говорила, ничего не вези. Ну, это же я сделала сама. А, сама? Давай, хорошо. Под твои изумрудные серьги, которые я тебе в прошлый раз привозила. Ой, какие красивые, да. Теперь под них кулон, подвеска. О, какой изумруд. Индийский. Из копий добытый. Да, слушай. Супер. А это что? Это называется ювелирный шнур пустотелый, сеточка. А внутри я насыпала бисер. Да ты что, как красиво переливается. Да. А ты занялась украшениями? Да, я посмотрела Светочку. Да, из Москвы? Да. А, да ты что? Я прочитала кучу литературы, полгода закупала инструмент, материал. Это вот ты вот сама вот это все вот прямо щипчиками? Конечно, все это отдельно собирается. Вот даже я сверло купила себе сама и вот это просверлила. Да, ладно. Да, одела вот эту вот насадочку для подвески. Какая красота. Знаешь, когда вещи с историей, когда вот она ручками сделана и с любовью, она совершенно... Привет, Светочка. Это ты меня, дорогая, вдохновила. А я ей говорю, Светочка, открой канал, ну делись уже, учи людей сама. А теперь, когда я только, ну, уже там что-то научусь... Так пока мне стыдно еще выкладывать это самостоятельно в канале. Но домашние мне говорят, потихонечку давай показывай. Конечно. А ты тоже. А я тебе принесу, покажу, что я сделала. Здесь у меня еще там несколько пар сережек, там браслеты. Что ты молодец такая. Да, я это девочкам уже подарила. Были поводы. А что ж ты поспешила-то? Отними. Я могу у них взять. Показать. Да, я же это для камеры-то... Конечно. Надо было вначале показать, а потом уже дарить девочкам. У Мумбаи, да, мы такие непредсказуемые. Мы сегодня уже говорили Катюшке. Спасибо огромное еще раз. Мы уже говорили Катюшке. Приезжайте, пожалуйста, хотя бы вдвоем, а может найдете побольше компаний, чтобы такси заказать. Вчетвером вообще идеально. Приезжайте в январе в Путапарте. Покажи Катюшке в Путапарте. Но я не очень хочу еще одних брать, скажем так. Вот одних хочу с удовольствием взять, показать. Нет, вам идеально будет 4 человека для такси. Такси здесь закажется до Моргау. И когда вы там будете заняты, я могу ей что-то показать. Ты мне заверни, пожалуйста, а то мне неудобно. У меня одна рука токма. Да. И весла же боялась, думаю, чтобы не сломать. В ручной кладе. Думаю, ой, господи. Такая же додельница. Ой, кому достанусь, не знаю. Кому такое счастье достанется. Ну, я думаю, индус оценит. Если какого-нибудь найдешь себе. В смысле, бирлянты дома буду крутить. Обратно. В изумрудах дырчик ковырять. А в чесать? Держи. Об наждачку. Носи разумля на здоровье. Спасибо, моя хорошая. А теперь Джорни. Давай, давай, да, выпьем за это. А у меня, видишь, с Мумбаи-то я чашечку себе купила. Ну, вернее, как? Я мужа дотолкала. А ну, купи мне чашечку из Леопольд-кафе. Очень известное кафе. Да, я о нем очень много читала. Ну, и очень много о нем еще в Шантараме пишут. Ты прочитала? Ну, я из-за Шантарама как раз вот мы туда и пришли. А Тень горы ты прочла уже вторую часть? Нет, нет. Ну, я не знаю, в Афганистане как они воевали. А вторая часть Тень горы, продолжение. Ну, она, ну, половину, по мне, меньше интересная, чем первая часть. Как будто ее уже там натянули, ну, просто чтобы книгу это уже дописать, что-нибудь дописать. Ну, вот это, да, Мумбаи, город, вот в котором провел Дэвид Грегори Робертс в 80-х годах свою молодость, а Саши провел в 70-х годах там, в Мумбаи. И ходил же по тем же Леопольдам, да, по тем же, по всем тем местам. Оно очень популярное, это кафе вообще. И, как оказалось, занимался почти тем же, валютными операциями. Организованная преступная группировка. У нас за это сажали. Ну, поэтому был, да, поэтому был всегда при деньгах и крутой. У меня в первую очередь была судимость за фарцовку. Да ты что? Вот на весь белый свет сказал. Слушай, ну сейчас, сейчас, боже мой, сейчас за это медали дают, да? За предпринимательскую деятельность. Ну, как, там условно, но все очень неприятно. Ну, я помню, я помню, сажали цеховщиков, которые в цехах шили джинсы, делали какой-то... Нормальные предприниматели были, господи. Да, да, предприимчивые люди. А валютчиков вообще расстреливали. Кошмар какой-то, что творилось. Ешь лучше, давай уже, все, мы об этом вспомнили, о тяжелых временах. А теперь, видишь, на каждом углу меня не хочу, эту валюту. Ой, ням-ням, как же я его люблю. Да, я тоже, мы тут иногда зло употребляем. Убери бутылочку, ага, thank you. Что, я могу дойти до бейкера? Чай? Боже, боже, я же ему чай сделала. Увлеклась. I prepared for you, чай. А текст-то он уже съел? Sorry, darling, sorry. Мама forgot. I prepared for you, but I bring cake and forget. Сейчас, иду, 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 иду. У нас тут кисям-мурысям припасы, они знают. И главное, пришла, ты понимаешь, нету закрытых дверей, есть тихое мявканье. Она закон кота называется. Ой, какая, ням-ням-ням. Кошка в законе такая. Телефон подключим, я Кате сразу дам свой мусор. Ешь. Челуй. Все, челуй, я отошла. Давай, давай. Давай, давай. Иди. Добрый, добрый, иди, иди. Воды? Чего изволить это? Мне кажется, она изволит, чтобы все ушли. Она боится, да, она изволит кушать, но она боится. Она изволит, скажет, уйдите ради бога, дайте покушать. Не могу. Я блогер. И у меня болезнь блогерская. Выстроились, покушать не дадут. Ага. В общем, телефон подключу, сразу дам Кате свой номер, возьму ее номер. Мы с ней обговорим примерно сроки. Если что, связь через меня ВКонтакте, напиши мне, я дам тебе контакт Кате. Хорошо, Мась. Вы тогда будете общаться. И я думала, что мы в какой-нибудь конторе купим себе билеты на поезд и спокойненько поедем отсюда в дружной компании. Да, да, да. Обязательно ее привези. Девочка хорошая, и ты же теперь привыкла с блогерами путешествовать, чтобы твой путь царственный освещали средства массовой информации. На улице сегодня признали, как твою подругу. Да ты что? Да, иду две женщины, мне останавливают и говорят, что вы не подскажете жилье, мы вот ищем, там такие-то цены предлагают. Ну, я им стала рассказать, вот сюда пойдите, вот здесь можно в гистиках, вот такие-то цены. Вот там пойдите, очень много закрытых квартир в частных домах. Я только что шла там через эти переулки. Ну, все рассказывала, они там кивают, рассказывают, что им предлагают что-то там по 25 тысяч. Я говорю, да вы что, одну комнату за 25 тысяч? Побойся бога. Ты что? За 25 тысяч можно снять дом там с тремя комнатами, горячей водой, со стиральной машиной и так далее. Вы что, зачем вам надо? И вдруг одна из них, вот она помалкивает, так как-то вот смотрит на меня. Я неловко, ну, уже начинаю, говорят, вы, может, у меня что-нибудь в одежде там непорядок. Ну, ходим же в деревню, господи, чуть матом прям. Ну, размахай, как хотим, так и ходим. Сарафанин в шлепках и пошел. А она мне говорит, а вы не Ирой Плюсниной, подружка Людмила. Я думаю, никогда так близко Штирлиц не был, близок к провалу. Это же большие люди, как из Калинисграда, они мне уже рассказали. Я говорю, да, вы такие милые женщины, вот мы с ними поболтали. Я уже назад шла и встретила вторую, Элла, по-моему, ее зовут. Она уже замученная, конечно, ходила, говорит, что-то никак не могу найти, то дорого, то неудобно. Ну, не знаю, чем там у них закончилось, увижу, спрошу. Тебе приветы они передавали. Хорошо, я получила, да, спасибо. Галя и Элла. Спасибо, девочки, Галя и Элла. Так что я благодаря тебе становлюсь более приятной. Ну, и теперь, теперь Катюшка открыла канал, ее канал как-то резко взлетел. Столько сразу подписчиков и просмотров. У меня уже пока ничего там, но ты не знаешь. Обалдеть, как много, поэтому твой путь в Путапарце будет она освещать. Передаю вас друг другу. Давай, разливай, чтобы закончилось уже. Я вот это допью, нам же сейчас по жаре пилить, я буду мокрая вся, еще и хромаю. Хорошо. Я, конечно, вашу компанию не украшаю в этом году, хромая. Давай, давай. Нет, сама ты, сама. Нет, все. Я мокрая потом. Ясно. Ну, уж простите, в этом году хромая. Хромая лошадь. Нет, все нормально, все нормально. Главное, приехала. Ну, зато хожу сама, даже палку бросила без нее тут сейчас. Операция у тебя была, да? Да. Колено прооперировала. Я попросила еще несколько лет пожить со своим собственным суставом. Пусть разобранным и собранным. Знаешь, заменить всегда успеешь. А свою как-то... Да, я тоже за глаз жалею, что хрусталик искусственный поставила. Думаю, лучше бы я просто проголодала 50 дней. Думаю, вначале надо было это попробовать или какие-то там... Ну, ты же не знала тогда, что мы так подскажем. Не знала же. Ну, и сейчас, конечно, можно поискать разные способы. Ой, я не знаю. Все эти способы... Конечно, как... Конечно, не на камеру будет сказано, но просто скажу. Вот впереди был зубик, и он краешек нагломился. И я еще студентка была. Я пошла и попала к бабушке там, к стоматологу. Она так хрясь и выдрала его. На этот зуб можно было одеть просто коронку. И мне пришлось соседний зуб пилить, чтобы одеть коронку, к ней прицепить эту коронку, или как она там называется. Просто испортили еще соседний зуб. Вот и все. Ой, бабушка попала. Я готова. Я готова. Я готова. Давай. Давай, ага, давай. Так, тебе шляпки, что ли, без всего? Забыла бандану. Давай хоть тебе какую-нибудь дам. Выскочила и помесла. Вот, давай, бандана, бандана нужна по такой жаре. Спасибо, потому что... Давай, скачила. Бегом, бегом и помчай. Не забудь, купите мне амес, пожалуйста. Амес, да. Мама, what we made for dinner? What you want, darling? I bring some vegetable. Vegetable, давай. Ага, what you like? Vegetable curry. No onion. Onion I have tomato have, only this. Other you cauliflower, bye. Need buy a mess. Tablet for me, omé. Omé. Omé, what is omé? Shinoos, Shinoos. Ай, no? Она знает. От изжоги. На всякий случай, что было. Да, очень хорошая вещь от изжоги, да. Чава какава. Чава какава. Наелась? Воды, что ли, хочешь? Сейчас принесу воды. Принесу, принесу. Голодная, видать, была. Воду не хочет. Ну, ешь, ешь, не стесняйся. Воду я его налила. Ты что кричишь-то? Кушай? Ест прямо взахлёк, но пугливая очень. Я подхожу, она бегает. Всё, всё, я отхожу. Ешь. Катюшка, пошли, может быть, а? Ой, а где мой чай? Сейчас. Пошли, может быть, уже покрасим нашу ёлку? Ты же в 4 утра уезжаешь уже. Мы с тобой больше не увидимся до твоего приезда к Путапарте. Пошли золотом красить ёлку. Смотри, какой красавчик Шарукхан. Видишь, как он пишется? Шах, рук, хан. Ну, здесь, конечно, какой-то он не сильно красавчик. И вот он. Видишь, что говорит? Так, никогда не опускал руки под героиню. Под героиню. Слушай. Тебе ещё не писали, что твой английский ужасен? Жди. Мне кажется, у меня и русский и так себе кровать. Короче, опереди всех и покритикуй себя сама. Вот это. Так, а я вернулась домой. И мы хотим заняться нашим творчеством всё-таки. Так, ну давай, давай, перебирайся туда. Я тебя настигну. Сейчас чай мы тоже туда отправим. И начнём творить мне ёлку. Пальмоёлку. Ёлкопальму. Что ты выдумываешь по лестнице? Я полезу. Чего это мне по лестнице? Держи. Нормальные герои по лестницам не ходят. Так, ну я знаешь чего, газету взяла, я не знаю, конечно, неудобно перед Шерлкханом, если мы ему на морду набрызгаем. Давай кого-нибудь другого. Золотим. Давай кого-нибудь другого. Так, мне сказали против света не снимать. Тогда идём в тенёчек сюда. Знаешь, надо куда-то, чтобы мне в окна не пахло потом этой краской. И знаешь, что ещё? Как удобно с кухни тащить. Надо игрушки ёлочные. Маракуйю. Она уже высохла. Давай мы её тоже побрызгаем. Да, да, будет круто. Я ещё купила, знаешь, что эти? Скрепки. Скрепки надо вот так раздвинуть. И они будут висюльками. Ну, в смысле, как висюльками. Они будут на то, на что вешается. Да, да, я поняла. Поняла, да? Давай. Расстилаем вот здесь вот. Начинаем свой этот... Рога и копыта. Открываем. Кооперативное общество по украшиванию ёлок и палок. Крась всё, что плохо лежит. Смотри, какую ты нашла веточку. Там не Шурукхан хоть? По-моему, нет. Нет, давай. Но там какая-то красивая девчина. Ну, что делать? Здесь же все красивые девчины. Так, вот. Хотя, может быть, хозяева и будут рады, что мы им крышу позолотили. У меня, знаете, что есть, это, респиратор. Вот мы используем. Ты одевай. Я бы ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А в респираторе я тоже буду некрасивая. Ну, ладно, я буду это, зато защищённая. В общем, ты выбрала здоровье, а я красоту. Молодое поколение выбирает здоровье. У нас и так красоты не так много осталось. Надо хоть как-то сохранить её. Ну, давай, давай я тебя сниму, солдатик. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Всё, хватит. Когда она была на макушке, было здорово сказать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. По-моему, у нас зарядка Белочки, потому что У нас зарядки, наверное, хватит Только вот на это Губички Ринглбелл Слушай, ну у тебя Круто Видишь, что творится Я не знаю Не будет ли она далеко улетать На камеру, чтобы не попала Я буду пробовать Золотишко Боже, какая красота Боже, золото, золото, смотри Надо по чуть-чуть Сюда тема остыть И потом можно наверх еще Так, теперь ты давай, принимайся Давай Давай твою камеру С двух сторон Знакомьтесь, камеры Друг с другом Я их познакомила Класс Алиса, это пудинг Пудинг, это Алиса У вашей камеры есть имя? Ой, боже мой, боже мой Боже мой, боже мой Кормилица-то моя Без имени И моя Как же так Как же так Я не знала А вот вы мне сейчас так Сказали про Алису Я думаю, это камера и имя Или чье Слушай, да Можно камера Но у нас ведь соседка Это моя по имени пудинг Ваша по имени Алиса Прикольно Можно надо этим поразмышлять Точно Это Алиса Белая Алиса Черная пудинг Так, слушай Наверное, перевернуть А еще верхние две шишечки Верхние две шишки Какие-то некрасивые Можно подождать Пока подсохнет Немножко Возьмется Она быстро должна Возьмется Ага И маракую надо перевернуть Ага Какая красота уже Прям вау Прям вау Вау А вот эту штуку Мы будем окрасить? А я не знаю Давай попробуем Вы знаете, я попробовала Вот так вот Я звезда Со всех сторон Барселона Арамболь Будин, Алиса Я ее пробовала Как в корзинку свернуть Прикольно получилось Давай ее тогда расстелить Слушай, а знаешь, что Ее надо положить И на ней красить Вот И тогда лишнее Лишнее уйдет на нее Но не пропадет зазря Вы гений просто Я гений Очень приятно гений Очень приятно А мне как приятно С гением работать Да Это не лестница Это чистая правда Я верю Вы сегодня за оператора Ну да Не, давай, давай Я по привычке занимаюсь своим делом А ты творчеством займись Перед отъездом Ой, боже, какая красота Давай, давай, давай Вот прям все берем И вот это вот, наверное, надо взять А шишечками Шишечками, да Тоже Шишечки тоже вниз сложи Вот эти шишечки Мы ими будем украшать Это будут наши игрушки У нас нет игрушек Деревянные игрушки Давай Как интересно Вот такие вот коряги Я крашу в первый раз До этого красила Шкафчик в ванной Переверни, наверное, вот нашу уже Красоту Переверни, переверни Мы ее еще раз покрасим Потом покрасим Наверное, положим ее на эту вот Вот на эту вот Вот на эту вот Давай сразу Клади Чтоб зря не пропадало А как у тебя включить, чтобы экран светился? Да, вот на кнопочку вот здесь Вот на эту, ок? Да Красненькая нормально? Желтенькая нормально? Да, съемка идет Он просто сам себе что-то мигает На своей волне Твой будинг, будинг Катюшка, я еще сиротку нашла Она тоже хочет в празднике участвовать Держи Ну, раз хочет, как мы можем ей отказать Она хочет озолотиться Озолоти ее Озолотим Давай Опа Золотой кокос, да Какая красота Где вы еще такое увидите? Вообще, слушай Нигде Просто почти закончила Ну, вот на что хватит На то и хватит Ну да В принципе, мне кажется Уже вообще так красиво Главное, что три вот этих вот Основных элемента у нас окрашены Да Немножко игрушек у нас окрашено уже Как же так? Я не подумала, что две лучше, чем одна Я же это знаю В школе проходила Какая красота Это уже ренессанс Прямо какой-то эрмитаж у нас с тобой Зато посмотри, что у нас есть Теперь осталось что-то как-то собрать В какую-то композицию Навешать Чу-ни-попаде Пока так Конфетки сочет А, да, ты у меня Смотри, блин, на себя как-то нацепить Чу-нибудь Сейчас может еще на нашу пальму полезет Он на ту Потом на эту Или наоборот А вот он Здрасте Хелло А там, я думаю, у него напиток веселящий Здрасте Нам и так, конечно, весело С чая сказочного Слышишь, пахнет Брашкой пахнет Ой, точно Учуяла Ну, шампанское, в общем Как вот свое шампанское Да Вот это, да Ой, как красиво смотрится